Почему вооруженные силы Армении пытались захватить пост Горогая в Азербайджане? Корреспондент Охи Ас, откомандированный в Тавузский район, где продолжаются боевые действия на Азербайджано-Армянской границе, рассказал на видео о причинах, по которым армянская военщина пыталась овладеть постом Горогая. Мы находимся в приусадебном участке пенсионерки села Агдамтовского района Минаи Гасамовой. Ее участок также пострадал в результате армянской агрессии. Сюда попало 122-миллиметровый снаряд от гранатомета, который повредил стену и ударной волной выбило стекла. Что примечательного в этом приусадебном участке и того, что мы находимся здесь, этот участок находится прямо у подножия поста Горогая, который, как я уже вчера говорил, якобы взяли армянские вооруженные силы под свой контроль. Опять-таки повторюсь, если бы этот пост был взят под контроль врага, мы здесь свободно не смогли бы передвигаться и работать. Что из этого следует, из того, что происходит два дня на этой территории? Чем же примечательен этот пост Горогая? Нужно понимать, что если армянские вооруженные силы обладеют этим постом, они смогут контролировать трассу от Гянджи, от города Гянджа до Красного моста. То есть стратегическая трасса, автомобильная дорога. Помимо этого, по этой линии проходит железнодорожный путь по Кутбелесикарс, инфраструктурные, нефтегазовые инфраструктурные объекты, то есть трубы. И с оперативной точки зрения, если взять этот пост, армяне будут контролировать все в радиусе 25 километров. Вот сегодня почему, одна из причин, почему они сегодня так рвутся взять этот пост. Но благо, у них ничего не получилось, и после этого не получится. Вооруженные силы Азербайджана на месте, отражают атаки и провокации противника. Другой причиной того, что происходит здесь, является вовлечение стран-участниц ОДКБ в армяно-азербайджанский и Нагорно-Карабахский конфликт. Мол, смотрите, азербайджанцы стреляют по нашей территории, по нашим селениям, по нашим боевым позициям на территории международно признанных границ Армении. То есть, это тщательно выработанный план, который имеет под собой очень хорошую основу и по вовлечению международного сообщества в свой конфликт, который они развязали более 30 лет назад, и контроля стратегических железнодорожных и нефтегазовых дорог, маршрутов.